Чувашия вошла в число 15 пилотных регионов страны по продвижению искусственного интеллекта. Площадкой для реализации программы стал канадский IT-куб. С новой образовательной программой познакомились министр цифрового развития региона Кристина Майнина. Кирилл Антонов с легкостью управляется со сложными компьютерными программами с высокими технологиями он на ты. Сейчас готовит совершенно новый проект «Искусственный интеллект» с четким прицелом на будущее. Сейчас я пробую разные варианты. Профессия программиста очень перспективная и очень популярная сейчас. А через несколько лет она будет чуть ли не самой популярной. И я считаю, что лучше сейчас начать заниматься этой профессией. И у тебя будет просто больше возможностей. Создавать свои виртуальные миры, осваивать навыки робототехники и промышленного дизайна ребята начинают с 8 лет. У нас проектная деятельность начинается от самых малышей, что программирование роботов, что до самых старших направлений. Как разработчики, джуниор. Они полностью готовы выходить и работать. У них развито проектное мышление. Они могут все эти знания приобщить к жизни. На уроках занимаются более 20 ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Обучающая программа помогает освоить основные навыки взаимодействия с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект включает в себя многочисленные под уровни обучения. Это включает в себя глубокое обучение, нейронные сети, машины обучения, классическое программирование. Все в этом в целом, в общем, создает как раз таки данное направление технологии искусственного интеллекта для каждого. Мы хотим предоставить детям возможность, чтобы они понимали, как это работает совсем по-другому. И внутри, как этот процесс происходит и как это все реализовывается на каких-то полезных продуктах, которые могут помочь, в конце концов, человечеству, предприятиям, людям, инженерам и прочим специалистам. Потому что область является достаточно интересной, а самое главное, востребованной. Через игры «Казан. Программирование» создать свою собственную программу смогли Эдуард Николаев и Данил Степанов. Проект они посвятили памяти строителей сурских и казанских оборонительных линий. Проект называется «Сурский рубеж». Мы его делали с нашей командой вместе на платформе движка Unreal Engine 4 в виртуальной реальности. Министр высоко оценила представленные проекты, отметив, что IT-образование формирует у будущих специалистов инженерное мышление, которое непременно пригодится в будущем. Искусственный интеллект где угодно может быть применен. Это же сказанная цифровая технология, и наша задача – наоборот, сейчас как можно больше отраслей. Мне хотелось бы, чтобы качество таких центров было как можно больше. Впереди айтишников ждут новые интересные задачи и проекты. В мае первые выпускники курса уже будут защищать свои работы. Наталья Мальчикова, Бахтер Велиев, Георгий Кривошейн, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова